Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим и выкатим на несколько каточек вот этого малыша. Да, многие напишут, ГСН ты гонишь, снимать видео про песок, про второй уровень. Ну, ребят, снимать не только об Олимпе, не только про девятки, десятки, фармящие премы. Но я думаю, что иногда можно здесь снять видео и про кого-нибудь такого маленького, невзрачного, ну, кто мало знает его, кто недавно играет, явно не видел этот танчик в рандоме. И явно крайне редко встречали его те, кто играют в последние несколько лет. Сейчас объясню почему. Ну, в общем, по поводу того, чего снимаю песок, вроде бы как бы оправдался, хотя и оправдания особо не ищу. Я люблю иногда залезть в песочек и посмотреть, что там в песочнице происходит. Итак, ребятки, перед вами машинка под названием Т-18. Это, между прочим, ребята, второй уровень, да непростой, это ПТ-шка. И давайте поговорим с вами откровенно. Скажите-ка мне, пожалуйста, а много ли ПТ-шек на втором уровне, вы знаете? Вот если вы откроете ветку исследования танков и посмотрите любую нацию, куда не заглянете, то ПТ-шки начинаются только с четвертого уровня. Так будет известно вам, мои дорогие друзья, что ПТ-шек второго уровня в игре всего 5. И они все являются коллекционными машинками. Дело в том, что ПТ-шек 5 по, ну, очень простой причине. В свое время многие из них просто изначально вывели из веток исследования. И сделали так, что ПТ-шки для всех игроков начинаются только с четвертого уровня. Вот этих вот всех красивых, прикольных малышей их поубирали. И оставили только СТ-шки, да ЛТ-шки, для того, чтобы ребята тренировались, но и, соответственно, росли над собой. Итак, какие конкуренты есть у Т-18? Это Рено ФТ-АЦ, француз. Есть немец, панзерджагер 1. Есть Universal Carrier 2. Это британская ПТ-шечка второго уровня. И есть советская ПТ-шечка АТ-1. Все, ребята, вот весь список ПТ-шек, которые есть на втором уровне. Давайте заглянем в технические характеристики этой машинки. Раньше эта машинка находилась в ветке исследования. И она была доступна абсолютно всем. У меня она осталась с тех времен, когда эта машинка еще была доступна, и она просто осталась у меня в ангаре. Даже с тех времен я ее не убрал. Даже тогда, когда мне не хватало места в ангаре под какие-то танки, я не убирал ее. Я докупал место в ангаре за голду, дабы не продавать никого со второго уровня, кого оставлял себе изначально. Чем машинка примечательна? Из всех этих пяти ПТ-шек она примечательна своим орудием. Она примечательна тем, что время ее перезарядки составляет всего 4,6 секунды. Это при том, что, допустим, у той же АТ-шки время перезарядки составляет 8,37. То есть, грубо говоря, эта Т-18 перезаряжается в два раза быстрее, чем АТ. Ее ДПМ, он в принципе сумасшедший для второго уровня в 807 единиц. Потому что у той же самой АТ-шки 645. То есть, в принципе, на 150 единиц имеет она больше ДПМ. Что касается скорости данной машинки. Скорость данной машинки составляет на минуточку 48 километров вперед. И это ПТ-шка. Это при том, что АТ имеет скорость всего лишь в 30. И давайте поговорим о мощности двигателя. Дело в том, что мощность двигателя составляет 262 единицы. Это при том, что у АТ-шки, если я правильно помню, 130. То есть, в два раза мощнее двигло. Теперь поговорим по поводу недостатков. Безусловно, во всех машинках недостатки есть. А недостаток данной машинки в следующем. У нее альфа не сильно большая в виде 60. При том, что у, допустим, АТ 90. Да, на 30 больше. Но, ребят, здесь скорость перезарядки в два раза быстрее. То есть, получается, пока ты два раза сделаешь, ты делаешь 120. А на АТ-шке один раз шотнешь и сделаешь только 90. Вот вам и вся математика. И пробитие у нее, ну, я бы сказал, скромненькое. В 64 по сравнению с АТ, у которой 75. Но, ребят, это второй уровень. И это песок, который, в принципе, прощает вам, ну, практически все. Вот поэтому я и считаю эту машинку довольно-таки прикольной. А плюс еще у нее есть что самое интересное. Броня. И броня у нее довольно-таки неплохая. 49 единиц лоб. Ну, борта 30, корма 24 на 49 единиц лоб. Ради интереса посмотрим. Сейчас с вами зайдем на второй уровень. Ну, кого тут можно открыть на втором уровне, чтобы сравниться, да, там, с кем-то. Получается, что везде только одни ЛТ стоят на втором. Ну, вот, СТ-шку возьмем, да, там, АМХ. Но я бы не сказал, что там какая-то сильная ошибка броня. Но давайте лоб. Башня 50, корпус 40. Там 49. Там башни нет, там просто лоб 49. Ну, в общем, ребят, я думаю, что мысль вы мою поняли по поводу примечательности данной маленькой букашки. Погнали в бой. И там посмотрим, что она может. Ну, и вообще, может ли она хоть что-нибудь на сегодняшний день. Ребят, пока мы закатываемся в каточку, пока мы попадаем в замесик, обратите внимание на желтый шильдичек вот здесь вот в правом нижнем углу. Наведя на него мышку, вы сможете в один клик нажать на кнопочку подписаться и сделаете мне этим огромное, огромное одолжение. И вольете дополнительной крови и жизни в мой канал, для того, чтобы я мог его развивать, популяризировать, ну и, соответственно, снимать новое и, надеюсь, интересное для вас видео. А вы будете узнавать о новых видео и о стримах, которые будут проводиться. Спасибо вам за благовременно, ну просто огромное. Итак, ребят, давайте посмотрим подвижность данной машинки. На месте, поскольку это ПТшка, разворачивается, безусловно, не сильно бодренько. Что касается ехать. Да, безусловно, ЧХ, который там вот, ну, среднячок, но это все-таки третий уровень, он поначалу ринулся далеко вперед, да, то есть он вырвался. Но смотрите, мы, в принципе, от него не отстаем. То есть сказать, что машинка неподвижная, ну, абсолютно нельзя. Конечно, поскольку это второй уровень, и в основном вы имеете дело с легкими танками, они будут, ну, как бы, маневреннее и быстрее вас, это понятно. Но в целом машинка едет вполне уверенно, и сказать, что вы чувствуете себя как-то там, ну, плоховато, я бы не сказал. Что касается углов склонения. Углы склонения, ну, довольно-таки неплохие, в принципе. А скорострельность машинки, ну, она просто-таки радует. Вот сейчас попробуем заценить, что она может, и насколько точное орудие. В песке это сделать крайне сложно. Дело в том, что здесь очень часто и очень быстро происходят быстрые бои. Ну, и, соответственно, заценить что-то сложно. Ну, вот смотрите, вот сведение у данной ПТшечки. Я бы сказал, что оно не является каким-то там, ну, неприятным. А вот вам броня, которая отрабатывает, в принципе, довольно неплохо. То есть нам сейчас накинули, ну, не так уж и много. Да, будут забрасывать, вопросов нет. Но мы тут все друг друга забрасываем, когда в песке играем. Сейчас откачусь немножечко назад, возьму немножко передых. Отвлекутся на моих союзников, ну, и поедем дальше атаковать кого-то. Честно говоря, вот жалко, что во втором уровне нет возможности ускорять перезарядку. Вот если бы еще можно было ускорять перезарядку, тогда, честно говоря, это была бы вообще какая-нибудь шизофрения, а не обычная ПТшечка, да. Хотя, как я уже сказал, я ее, честно говоря, заурядной и обычной абсолютно не считаю. Когда я хочу кайфануть, когда я захочу заехать в бой и просто вот так вот постоять, понастреливать, покататься, попринимать непробитие от кого угодно. Ну, вот жалко, башенку подставил. Сейчас бы мог занести еще один шот в АМХ. Ну, да бог с ним. Ну, мне, честно говоря, эта ПТшечка заходит именно для кайфа. Понятное дело, что машинка не для фарма, машинка не для, я не знаю, там, жесткого нагиба, огромного количества опыта. Ребят, ну мы сделали 4 фрага, да, пускай каких-то недобитков, но согласитесь, фан определенный в этом есть. Давайте ради интереса посмотрим, что дает нам машинка второго уровня. Я не думаю, что хвастаться особо есть, чем, что она там дала нам. Я имею в виду, с учетом размера общей копилки, как правило, аккаунта. Но, смотрите, 422 единицы урона, 4 фрага, знак классности второй степени, в плюсик аж 7000 серебрухи. Ну, ладно, смехом, смехом. Но, смотрите, мы заняли третье место в команде по урону. И это мы еще практически не отыграли. То есть ее ДПМ, ее скорострельность, она не была настолько реализована, насколько могла бы быть в этом бою. Закатываемся сейчас обязательно в следующую катку и смотрим на эту букашку в следующем бою. Ребят, если вы еще не оформили подписочку, когда я говорил об этом перед входом в предыдущий бой, оформите, пожалуйста, сейчас я вам буду очень благодарен. Также я буду вам очень сильно благодарен, если вы будете оставлять по себе после просмотра комментарии, на которые я, по возможности, обязательно отвечу. Я отвечаю практически на все комментарии. И те, кто писали, это могут подтвердить. Но и также я вам буду очень благодарен за лайки под этим видео, потому что без лайков, без ваших подписок, ну, в принципе, любой канал имеет возможность загнуться, ну и, соответственно, потеряться на просторах Ютуба. Итак, погнали. И, что самое парадоксальное, против нас есть даже ТТ. Это очень-очень прикольно. Д2 против нас. Окей, сейчас посмотрим, что мы сможем сделать против ТТшки. Вообще, честно говоря, когда я закатываюсь на этой машинке и попадаю исключительно в пределах второго уровня, хотя, честно говоря, это происходит редковато, потому что машинка сама, она как-то вот все время бросается больше к третьим уровням и частично попадаются вторые. А вот, что касается чистой игры на этой машинке исключительно на втором уровне, такие бои, безусловно, происходят крайне редко. Но, честно говоря, они крайне приятные, потому что, когда ты смотришь, что ты в команде единственная ПТшка, ну, честно говоря, как-то вот улыбка, она сама на лицо натягивается непроизвольно. Хотя, вроде бы, в этот момент на тебя никто не смотрит, и, в принципе, эту улыбку показывать некому. Итак, ребят, ну вот, первый фраг мы сделали, разобрали ТТ. Давайте будем говорить о бронировании. Как вы видели, с морды данная машинка пробивается не очень бодро противниками. То есть, в основном, идут рикошеты по машинке, если играешь от морды. Если ты становишься боком, да, действительно, тебя начинают сразу прошивать, то есть, по бокам, ну, я бы сказал, что нет. Честно говоря, бронирование данной машинки и скорострельность, они такие, что мне даже не хочется куда-то уезжать, мансить и что-то делать. То есть, вот хочется просто откидывать, ну, и на этом, в принципе, все. Поскольку хотелось бы пожить подольше, счет у нас 2-2, я все-таки скатился вниз, дабы не рисковать. Все-таки ПЗ-3 танчик выше по уровню, ДПМчик у него тоже повыше. Ну, и, соответственно, я думаю, что мы ему, как бы, ну, не сильно большой соперник. Хотя, в целом, ребят, ну, мы в него немножко набросали, согласитесь. Эх, жалко, не видно, не видно ЛТ. Да, ну, вот в корму машинка разбирается. К сожалению, разбирается. Я слился. Ну, я думаю, что сейчас и вся команда сольется. К сожалению, не в нашу пользу пошла игра. Но сейчас досмотрим бой. Ребятки, мы вернулись из боя. Мы проиграли. Но посмотрите, пожалуйста, на результаты, которые дает эта ПТшка. 535 единиц урона и честный один фраг. Я называю его честным, потому что, ну, тяжика, ну, в принципе, мы-то особо разбирали, да. Там была помощь союзника, вопросов не имею. Но в основном это были мы. По плюсику мы ушли не в минус, мы ушли в плюс, хотя мы проиграли. И по результативности команды, ребят, мы заняли первое место по урону. Да, мы заняли первое место наравне с Кени. Но Кени, извините, не второй уровень это, во-первых. А во-вторых, ну, как бы, да, нас бросило на первое место из-за того, что мы сделали фраг. Поэтому, как бы, нас и подняло чуть выше, хотя результативность та же. Но, ребят, второй уровень и третий уровень. Вот вам и разница. Вот, что хотелось бы сказать про эту машинку. Я оставил ее себе в свое время и абсолютно об этом не жалею. Я не жалею той голды, которую я слил для того, чтобы покупать места в ангаре, когда у меня их еще было очень мало. И когда они не выпадали из каких-то сундуков или за выполнение каких-то боевых задач. И я абсолютно об этом не жалею. Ну, вот не грамочки. Поэтому, ребят, уж простите меня те, кто считает, что обзоры делать на песок не стоит. Но я буду их делать по одной простой причине. Потому что, как я уже сказал, снимать исключительно олимп, это, конечно, прикольно, но не настолько весело, как может быть в песочнице. Иногда будем заглядывать и сюда. На данный момент у меня все. Если у вас будет возможность приобрести эту машинку хоть за какую-нибудь маленькую голдишку, или, возможно, где-нибудь в каком-нибудь ивенте ее будут раздавать, или, возможно, надо будет что-то сделать для того, чтобы получить вот этого малыша. Ребят, постарайтесь, сделайте. И поверьте, вы не пожалеете. Эта ПТшка реально доставляет фан. А мне кажется, что фан – это основное, что необходимо получать от игры в танки. Ребят, у меня все. Всем всего хорошего. Спасибо большое. Возвращайтесь на канал. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите в комментариях, обязательно отвечу. Я рад каждому из вас. Огромное вам спасибо за благовременно, за поддержку моего канала. Всех благ, всего хорошего. Ну и, как обычно, мира вам и, главное, спокойствия.